большой всем привет справа на экране вы видите список людей благодаря которым появилось это видео и появятся все видео посвященные игре high frontier в начале этого года мы провели эксперимент на канале где разбирали в обзоре вот эту странную необычную настольную игру я рассказывал что всегда за ней следил всегда смотрел все редакции изучал но никогда не собирался приобретать в коллекцию потому что ну эта игра слишком сложная и слишком мало затребованная у зрителей чтобы тратить на нее десятки а то и сотни часов при этом получить десяток просмотров но сотню просмотров я сказал если я ошибаюсь это был такой эксперимент если ошибаюсь и эта игра и интересно еще кому-то кроме меня то докажите это небольшим каким-то взносом это был такой своеобразный эксперимент и на бусте был сделан целевой сбор именно на приобретение этой игры для появления ее на канале то есть это даже не на съемку непосредственно но она просто на приобретение коробки так что список всех кто поучаствует в этом сборе в этом эксперименте будет всегда появляется в видео посвященную high frontier еще раз большое спасибо и от меня и от всех кто будет смотреть с интересом эту серию а сейчас у меня для вас несколько хороших новостей касающихся high frontier про которые я вам и расскажу о под видео распаковки этой самой игры и первая новость у этой игры есть шанс появиться на русском языке кто не смотрел мой обзор в начале года даже не поймет что же такого удивительно в этой новости сейчас вообще все подряд и локализуют почему бы не high frontier не локализовать но high frontier это действительно нечто особенное это научный труд который маскируется под настольную игру и для многих это справедливо звучит как ну недостаток но поиграть можно в сотни других игр а вот в какой другой игре можно на несколько часов стать ученым который проектирует ракеты строит заводы на планетах осваивать эти планеты причем все это в максимальном приближении к реальности тут вам не дадут корабли как все какой-нибудь и как в других играх на которые вы просто полетите сражаться или возить грузы просто так вот далее корабль он работает нет тут надо построить ракету самому космическую ракету из всех частей из которых состоит настоящая космическая ракета с учетом тяги кривизной орбиты атмосфер планет куда вы и откуда вы летите с учетом грузоподъемности и даже фактора случайности который неизбежен в сложных проектах до high frontier это не совсем игра но при этом и настольная игра в ней тоже есть просто она требует огромных усилий для освоения и в нашем хобби есть такой термин как высокий порог вхождения так вот high frontier и то есть тот самый высокий порог надеюсь оценили игру слов и так новость о возможном выходе игры на русском это очень хорошая новость и очень необычная и очень неожиданно и я думаю что данный проект более чем достоин поддержки вторая новость тоже хорошая коробка с игрой уже у меня на руках несмотря на то что целевой сбор он по-прежнему не завершён как вы видите да как раз видите распаковку понятно что она у меня на руках причем несмотря на то что формальный сбор не был завершён я купил ее все равно заранее еще в феврале я приобрел и сразу как только увидел что несколько человек поучаствовали в эксперименте и правильно сделал очень даже правильно сделал потому что сейчас игру за те 7000 что я условно формально собираю эту игру не купить да и не купить вообще я для интереса вот перед записью посмотрел даже на ebay на ebay там всегда все есть по иногда по высоким ценам но есть так вот на данный момент на съемку этого видео на ebay нет ни одной коробки high frontier 4 ни за какую цену то есть она в принципе раскуплена и ее сейчас уже купить очень и очень затруднительно по какой-то волшебной причине каждое издание high frontier очень быстро исчезает из продажи и для меня это на самом деле даже загадка я не очень верю что в нее много играют скорее она разлетается по коллекционерам ну это моя такая версия ну и последняя третья хорошая новость самое наверное значимая для моего канала по крайней мере это то что сбор эксперимент на летсплей по high frontier почти завершён то есть там осталось буквально тысяча полторы и это очень важный был эксперимент для канала попробую пояснить а почему а дело в том что хобби наше она достаточно узкая достать достаточно специфическая у него всегда очень мало просмотров особенно по играм нишевым то есть если человек снимает например какой-нибудь starcraft то у него будет много зрителей потому что в starcraft играет условно говоря несколько миллионов человек но если ты рассматриваешь игру которой может заинтересоваться десятки максимум сотни человек то ни на какие просмотрены на какую популярность своего канала или свое видео то рассчитывать просто не можешь соответственно ты либо это делаешь просто из любви к искусству либо просто тебе самому это очень интересно делать и в основном на этом такие инди каналы вроде моего они и держатся то есть они держатся на моем интересе к теме к игре и так далее и если мне самому и игра интересно то малое количество просмотров она не сильно принципиально то есть пример у меня есть здоровенный летсплей по облачному шпилю который целиком посмотрела но не человек 20 ну что поделаешь игра специфическая в россии с ней разобрались по правилам может быть два-три человека если человек максимум и вот эта специфика что игры много а конкретную особенно сложную игру изучает всего несколько там сотен человек до тысячи приводит тому что изучать и снимать летсплей по какой-то очень нишевой игре с точки зрения ютубера очень и очень невыгодно и и даже не целесообразно то есть ты тратишь неимоверное количество усилий при этом никакой отдачи в просмотрах в популярности канала в количестве подписчиков то есть тех вещах за которыми ютуберы гонятся ты не получаешь ты получаешь моральное удовлетворение что преодолел что-то но с точки зрения именно развития своего канала это бессмысленно и даже более того вредно я уже это объяснял что когда ты сильно погружаешься в какую-то одну игру на канале то со временем это приводит к тому что твой канал даже начинают убирать из из приоритетов поиска алгоритмы ютуба отслеживают твой канал и видят что если ты снимаешь условно говоря леса адримона шестую серию и первую серию смотрели тысяча шестую 100 то для ютуба это сигнал что твой канал не интересен и тебя начинают депрессировать и понижать в выдаче поэтому вот подобные игры снимать это не просто бесполезно для ютуба это еще и вредно поэтому для подобных игр вот такой эксперимент когда конкретно ты собираешь людей которым это интересно и делаешь это для них это наверное в какой-то степени выход потому что сейчас мне в общем то абсолютно все равно сколько будет просмотров у серии игр по хай фронтиру потому что есть конкретные люди которые не словом а делом доказали что им это интересно что потому что закинуть какой-то донат даже символически это все равно уже дело а не просто слова поэтому для вот для канала и для меня этот эксперимент был очень интересен и важно не думаю что я буду его повторять но сам по себе это но сам по себе этот эксперимент был очень и очень интересный и в каком-то смысле и познавательный и поучительный большое всем спасибо кто участвовал и верит в меня что я справлюсь с этой игрой вот ну хорошо в фоне вы видели распаковку увидели содержимое коробки она не сильно впечатляющая это не кикстартер где пытаются поразить компонентами здесь все очень а функционально здесь больше содержимого чем внешности но даже и внешности вы видите красивейшая карта вы видите вы видите неплохие ресурсы и сами карточки проектов тоже очень а детальный очень интересно сделанные систематизированы то есть очень понятная иконографика для тех кто погружается в эту игру и который уже знает механику все а реально продумано так что игра в изготовлении не очень дорогая и я думаю даже в локализации она не будет слишком уж дорогой дорогой как сейчас уже пошли совершенно неадекватные цены на игры тут я надеюсь можно будет сохранить какую-то реальную реально невысокую стоимость особенно если будет печать местная российская потому что здесь нет ничего что нельзя было бы отлично напечатать непосредственно в стране локализации не нужно ничего закупать компоненты делать и так далее картон карточки несколько немного пластиковых очень простых компонентов то есть ее можно было бы очень недорого изготовить изготовить и вполне уложиться там я не знаю в три четыре пять максимум шесть тысяч что даже дешевле чем западная версия специальная цена на сайте производить производителя 75 долларов при плюс доставка плюс то что ее просто нет в продаже сделала бы локализацию очень и очень выгодная надеть надеюсь у крауд games все получится еще больше надеюсь что у меня тоже все получится и я я все-таки разберусь с этой игрой и покажу как она устроена и как она играется а и 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